Так и вот. Здесь же даже с полным приводом авто бросает и крутит во все стороны. Они заминировали дороги противотанковыми минами. Они заминировали посадки противопехотными минами. Игорь Киевлянин имел в столице собственную строительную компанию. Возводил высотки. Он и сейчас отсюда, из Харьковской области, продолжает ею руководить. Сейчас мы вам покажем этого красавца. Это самолет-аэроразведчик. В войско его в феврале не взяли. Не было опыта. Пошел в Тараборону, а после того, как россиян выбили из Киевщины, пошел служить в Харьковское добровольческое формирование «Хартия». Подразделение финансируют бизнесмены. Игорь понимает, пока россиян не выгнать вплоть до границы, об успешном бизнесе где-либо в Украине речь не идет. Артиллерия работает каждые три минуты. Ближе к вечеру присоединяются танки. Корректирует тяжелое вооружение именно Игорь с сослуживцами. Они – подразделение аэроразведки. Он где-то 40 тысяч долларов точно стоит. И он до 100 километров маршрута минимум должен пролетать. Но можете себе представить, какая это миссия и какие разведданные самолетик может принести. Недавно аэроразведчики обнаружили в тылу врага палаточный городок с мобилизованными. Там было до сотни солдат. Мы не знаем, сколько речного состава там погибло в результате поражения. Но точно погибло какое-то количество. А те, которые не были ранены, передадут дальше тем, кто не успел доехать до фронта. Что их ждет на украинской земле? Это аграрные беспилотники, переоборудованные для военной разведки. Подразделение собрало людей совершенно разных профессий. Дмитрий был сушефом в харьковских ресторанах. С началом большой войны пошел на волонтерскую кухню. Готовили для военных в харьковской обладминистрации, в метролюдям, в укрытиях. Также на северную Салтовку возили в такие районы, которые очень тяжелые были. Когда его ресторан возобновил работу, даже вернулся на кухню. Но через месяц понял, может больше. По трохе просто. Понемногу продвигаемся. Пока небо затянуто тучами, аэроразведчики предлагают кофе. Пока закипит вода, они покажут фортификационные сооружения, которые строили здесь россияне экскаваторами еще неделю назад. Если они здесь еще копали, то для них это еще был тыл. Вы как строитель как оцениваете? Качество на троечку. Над полями Луганщины садится солнце. Завтра, это видно по закату, будет погода получше. У аэроразведки будет много работы. И так как я строитель, моя жена, очень мудрая женщина, говорит, что война – это время военных. А после войны сразу наступает время строителей. Поэтому, чтобы приблизить это время, я должен выполнить сначала эту военную работу. Из соседней позиции укрытия возвращаются военные. Еще один экипаж аэроразведчиков. Александр – инженер, Вадим – гражданский пилот. Говорят, два российских танка прорывались в соседний населенный пункт. Насколько близко они подошли сегодня? Они подошли где-то на три километра – это максимум. Но три километра – это вы уже не услышите выстрел. Вы услышите уже, как вас влетело. Потому что для танка это не дистанция. Но артиллеристы, насколько мы слышали, отработали и остановили. Вы слышали? Артиллеристы сегодня весь день пытаются их прессовать, чтобы не отходили от занятых позиций. Вечером аэроразведчики проведут совещание с артиллеристами. По каким целям будут работать завтра, здесь, на самой линии фронта, разные подразделения. Добровольцы и профессиональные военные, танкисты и операторы беспилотников делают общее дело. Село за селом гонят российских оккупантов подальше. Мы кочевники, потому мы всегда в дороге. Всё своё у нас с собой в багажниках. И можем и здесь заночевать. Мария Малевская, Александр Брынза в рамках марафона на канале Freedom.